Ребята, всем привет. Сегодня, я не знаю, что меня заставило сказать Стёпе, когда мы были в Саянах. В Саянах, да, Стёпа. Приветствую, товарищи. Привет, ребята. Вот, мы, ну, выпили, как вы заметили на видео, мы выпили, а Стёпа, да я завтра поеду в Мурту. Стёпа, а поехали вместе. Мне что-то так странствий захотелось, я не знаю, уехать в Мурту, показать там природа какая-то. Ну, что-то за город просто захотелось. Сегодня у нас суббота, и вот мы едем. И мы едем, да. Это единственный, так скажем, в субботу сокращенный рабочий день, и в котором я могу быть в свободной одежде, без рубашки, без брюк. То есть вот я в шортах, в футболочке. Я думал, ты сейчас скажешь, это единственный день, когда я могу быть пьяным за рулем. Я же с пивом работаю, да? Да, я работаю с пивом. Ну, ты, давай, вот, чтобы история у нас была полной, и вообще люди понимали, вообще, куда, что, где и как. Короче, куда мы едем, расскажу вот вкратце, и что будет, ну, что же, вот, в субботу, что ты делаешь? Что я делаю в субботу? Я вообще работаю торговым представителем, торговым агентом, да, как это происходит? Помимо того, что ты сын Бадика, да? Да, и помимо того, что я сын Бадика, надо зарабатывать как-то на свою личную жизнь. Батька-то деньги не это, не присылает. Нерегулярно, нерегулярно присылает батька деньги. Вот. Вот. И моя территория ответственности, она находится за городом. То есть не в городе Красноярске в самом, а за городом. Это примерно, ближайшая точка, это 20 километров от города. Ага. Самая большая объемная деревня из этого всего, это Большая Мурта, то есть это 100 километров от города. И я ее посещаю два раза в неделю. В среду у нас, так как понятие в компании, это мерчендайзинг. То есть неотъемлемая часть работы в компании, это мерчендайзинг. Мерчендайзинг, плюс какие-то переговоры с клиентами, какие-то, может, подписания документов. То есть, ну, грубо говоря, полный рабочий день, но без сбора заявок. Ага. А подожди, мерчендайзинг это что такое? Мерчендайзинг это когда выставляешь холодильник. Короче, чтобы все кошерно на полочках стоило. Да, все было кошерненько, с ценичками, все бутылочка к бутылочке, все было цивильненько. И начальство радовалось, самое главное. Когда первая шашлычка, ты вообще как, в дороге где предпочитаешь? Ну, вот у меня есть рабочий день, да, час с этого рабочего дня у меня есть обед. То есть в деревнях поесть не всегда удается нормально, да, где-то. Мы лучше где-то полчаса с утра поедим, да, и едем уже на работу, как бы, с этой довольно счастливые. Сейчас заедем, быстренько тоже чаем попьем, где-нибудь полчаса, минут 20, и полетим уже на работу в большую мурту. Сейчас по первости буквально вот за городом, тут недалеко будет кафешка. Ну, да, можно сказать, да, это моя любимая кафешка, меня там все знают. Да, меня там все знают, да, все в курсе. У вас самый дальний населенный пункт, куда люди ездят? Это Раздольная, это, то есть еще за моей большой муртой, да, если, ну, ходить в сторону севера. Это Раздольная, это города 160 километров. Ага. С той стороны уже Лиссасибирск, то есть грузит офис. Ну, офис. А, Лиссасибирск, это. Да, филиал Лиссасибирск, и там уже они с той стороны грузят. То есть поделено вот так вот. В сторону, ну, если Москвы сказать, да, не доезжая Ачинска, там есть поселок Гедровый. То есть это туда. Да, в сторону, как ехать в Жастусу, ну, в Канцик, да, это Ужур. То есть конечная точка перед Ужуром из деревни Балай. Это вот парни там. Ну, и Девногорск, Емельяново, как бы там, прилегающие территории города. То есть получается, что на дорогу, как это говорят, да у меня на дорогу уходит 2 часа, вот так вот где-то, да? Ну, примерно, ну, не 2, ну, если в ней ехать, то где-то час это точно. То есть если у нас нормальная скорость ехать, никуда не торопиться, а то около часа дорога уходит. Каждый день. Час туда, час обратно. Ну, все как-то вот так. Бывают дни, которые, конечно, я ближе работаю, то есть не 100 километров езжу. Там километров 60 у меня деревня. Но все равно выматриваешься. Ну, как бы, есть усталость. Ну, уже привык за 2 года. 2 года работаю, уже привык как-то. 2 тысячи километров ездить. Вот 2 тысячи это за 2 недели, грубо говоря. Я в месяц считал, у меня около 5 тысяч пробегов. То есть ты в месяц, получается, съездил как... В Москву. В Москву, да нет, даже не в Москву, как до Минска доехал. Да. Или до Питера. А следующий месяц обратно. А следующий месяц обратно. Да, совершенно верно. Это привык. На самом деле, ребята, спрашивают, когда в Минск или в Питер. Это вот следующие города на примете, да, куда хотелось бы приехать. Ну, потому что Питер это крупный федеральный центр, да. Понятно, что не столица нашей Родины. Но была. Культурная столица. Культурная столица, да. И вообще была столицей. Минск это столица другого государства. Там, кстати, тоже подписчиков очень много. И людей, с которыми нужно встретиться. Так, мы сейчас, что свернули, куда? Мы свернули в кафешку. А, в кафешку мы свернули, да. Я просто смотрю, по дороге мы поехали по этой, по другой. В Новосибирск. В Новосибирск, в Шире. А кафешка недалеко хорошая, для этого кафешка. Хозяйка очень хорошая. Если вкратце, мне здесь нравится. Шторки такие. Чиста. Нет, ну, уютно. Попугай здесь, как адул. Мы маленький. Маленький. Телевизор, правда, НТВ идет. Ну, как бы это, это когда едешь по дороге, у тебя все хорошо в жизни, все нормально. Но что, ты не отрывался от действительности, нужно заехать. Посмотри, там ПВ. Сейчас вот там загробным голосом новости передают. Вот. Ну и что, ты что заказал? Что я заказал? Я заказал котлетку со сложным гарниром. А я не помню, что заказал. Куриную отбилу. Да, и картофель фри. Но, чтобы это все легло на, каким, как сказать, хорошо все это прошло, я решил, что нужно выпить с утра, чтобы день свободный был. Степа, ты представь нашего этого, собеседника. Это мой друг Дмитрий, коллега мой. Работает там же. Вот он едет до хуяра почти. До хуяра? Да, до хуяра. Ну и как там? Там, как в деревне. Как в деревне. Не, ну у нас... Культурно, это как Питер у нас, есть Красноярск, и как Красноярск, это Москва, и этот, как у Большая Мурта, это Питер. Да, можно сказать и так. Степа, блатно ему такие направления туда дают специально? Да, приближенно, как говорится. Да, шутка, шутка. Нет, просто, ну так получилось, он раньше меня пришел на работу, то есть мы с ним одно время даже работаем, он работает мне на три месяца больше. То есть ему это направление дали мне то. Данное направление перегружено. Да. Ну что, ладно, потом обзор еды сделаем отдельно, а сейчас я думаю, что нужно выпить. Принесли еду, картофель фри и, как это называется, отбивная, да? Отбивная в кляре. Ну, я попробовал, очень вкусно, на самом деле, даже майонезу принесся с этим, с горчицей. Вот, и появился Вася. Вася, куда путь держишь? Я с Дрогина, с Дрогина. Ну, ближайшая территория. Ближайшая района. А в деревне Кубеково? Кубеково, нет, это не моё. Беково, нет, это город есть. А, главный, да? Ну, там, поделено маленько по своей схеме. Говорят, в деревне Кубеково ебать некого. Это да. Только когда городские приезжают. Получается, каждую субботу все люди отдыхают, а вы работаете. А это вообще целесообразно? Как ты? Ну, у нас соединенный рабочий график, законно закреплённый, мы работаем. Ну, конечно, целесообразно, что ты что-то не успеваешь, пробеги большие. Странно, за кадром ты говорил мне другое. Нет, ну, бывает, бывает, не успеваешь, благо какие-то моменты, надо порешать. Ну, понятно, ну, ясно. Ладно. Как бы уже два года работаем, уже привыкли, что работаем 6 дней в неделю. Ладно, Степа, это видео мы не будем показывать начальству. Подожди, ребята, короче, вышли из кафе, снимаем одно, а получилось, что начали снимать другое. Тебя как зовут? Алексей. Алексей, вот Алексей, получается, ты не из Красноярска вообще? Нет, из Екатеринбурга. А едешь как, вот откуда? Ну, из Екатеринбурга еду, вот Екатеринбург, Тюмень, Омс, Крук, вот сюда, сейчас на Байкал, потом на Лондэ, потом в Монголию, да. Праздник надо дома, там покатаюсь, что построим в Монголию. А на чем едешь? Вон на мотоцикле. Обалдеть. Слушай, ну, сколько в пути уже? Сегодня третий день. Третий день, да? Да. Вот, я говорю, еду, думаю, блин, где-то здесь эти ребята живут в Красноярск, думаю, блин, вот так вот встретиться бы, заехать. Смотрю все время, вот Канамо там, блин, блин, смотрю, ну, думаю, смотрю, вы не вы, блин, знаешь, вот так вот, раз вообще, вообще уже люди известные вас и сразу узнают издалека. Я, говорит, из-за горы, говорит, еду, выехал, смотрю, вы не вы. Ну, слушай, ну, круто. А он дома, я же сегодня себе на канал снимаю это видео, как мы с Степой поехали работать, да. Сын же, да, у тебя там сын? Сын, сын, Вадика. Сын, Вадика. Ну, вот, ребята, с Лехой попрощались. Леха, он там со своим мотоциклом. Кушать пойдет? Да. Мы зачем-то пересели серую машину в синюю. Вот. Скажите, капитан корабля, для чего мы это сделали? И почему, если пересели, почему тогда Степа не пьет? Степа не пьет, потому что Степа все равно надо машину забирать, но Степа как бы на работе же. А, ну, ну, ну. Все, она на работе пьет. Три кубометра дров перекидать, да, сейчас заедем в Дрокино. Ну, 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 понятно. Ну, ладно, поехали. Ну, и скажи, кому сейчас первые заезжаем? Сейчас мы едем по объему, образующим торговым точкам. То есть, которые делают там объем, которых мы любим и ценим. Это... Ну, как, без этого никак. Без этого никак, да, любить и ценить надо свои объемные точки. Сейчас заедем, посмотрим, что там творится. Сделаем планограмму в холодильнике. Вот, давай про планограмму... Делай направо сейчас. Про планограмму давай отдельно расскажи, что это такое. Планограмма, есть такое понимание планограмма. То есть это выставка холодильника, выставка полки То есть наша продукция, наша компания Каждый год компания разрабатывает Планограмму новую И для чего это делается? Это делается для того, чтобы покупатель Пришел в магазин, увидел холодильник компании Посмотрел на него По правой едет Прямо по правой едет Бездорожью И чтобы он увидел Свое пиво Если он определенно какое-то пиво любит И он зашел в магазин, посмотрел на холодильник Увидел его на этом же месте Чтобы глазами не бегать, чтобы он не ушел конкуренту Чтобы не было каких-то перегазовочек Вот в этом поводе То есть получается он привык Что у него молоток как гвозди на одном месте лежат И то же самое Единый стандарт, грубо говоря То есть вы гоняете И вот это все Только убрали продавцы Вы опять на свое место, да? Подожди, Степан, подожди А это что такое? Это речка Муртушка Муртушка? А почему это? У нее пеньки срезали, да? Вот эти Ага, круто Первый раз, кто ее видел Так, мы получается въехали в Мурту, да? Да, мы уже въехали в Мурту Местные жители О, буси 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 Так Деревня Дом Родной Ты уже здесь, наверное, как это? Все улочки знаешь? Да? У меня уже два года здесь Можно сказать, я нахожусь больше здесь, чем в городе Ты еще скажи, если где я буду за городом дом брать, то только в Большой Мурте Как вариант, как вариант рассматривался Была бы тут речка красивая, я бы точно здесь взял Ага Жену себе здесь нашел? Жену я еще не нашел Холост Вот как у врачей этих скорой помощи есть эти чемоданчики Боевая Теперь готовка будет Да, а это что такое? Сумка мерча называется Ничего себе Все необходимое Ценники, планограммы, маркет, скотч Ничего себе Слушайте, очень интересно Я думал, поездка будет скучной, она очень интересная Так, заходим Получается, это первое, это кто? Это ИП Рахман Кулова Степа, расскажи, к чему сейчас будет происходить Сейчас мы выставим холодильник по планограмме, напишем ценники Посмотрим товарный остаток Если есть, точка просто, ну, делала заказ Может, товарного остатка нету даже в точке То есть, не знаю, Дмитрий уже пишет, все в работе, мы пока тут остались Сейчас посмотрим, что будет, и будем делать картинку Ага, ну, давай, вот, заходим Здрасте Ты уже как свой здесь, да, получается? Ну, ага, по-другому, как родной Это продается Вика Вика, добрый день Я не понимаю, что происходит, и куда ее снимают Ну, рассказывай, ты вот, что происходит, ты сейчас что делаешь? Ну, на простом языке я буду двигать бутылочки То есть, двигать бутылочки, они должны стоять по своей линейке То есть, одно, другое и следующее И вам за это деньги платят? И нам платят за это деньги Нет, ну, и чем мы делаем заявки Как я и говорил, что товарного остатка в точке нету Все пусто, продавец была новенькая, что сказала Давай костяку И сидят в торговой точке без пива Это очень плачево То есть, разобрали завтра, и все Теперь они не решаются Писать сейчас А вы не смущайтесь Так, а вот, а бывает, что, ну, все заканчивается там, просроченные какие-то товары? Бывает Бывает, да? Бывает, но редко А вы что с ним делаете? Просрочку, просрочку мы меняем, забираем И уничтожаете, да, где-то на полигоне Просрочку мы меняем, ну, в принципе, по приоритете Я заново перестала Ох ты какая дерзкая Просрочку меняем на свежие То есть, мы ее забираем А просрочку куда делаете? На полигоне где-то? На полигоне куда-то скидывают, не знаю, куда Секретный тот момент Никто не знает об этом, если честно Это называется ляпки, да? Да Называется нейтраль Которые вот не снимаются Ну, Вико продаст сейчас Мы не успеем уйти, Вико, все продаст А? Входы погнали А, вы сейчас еще в Инстаграм это все фотографируете, да? Начальник В Инстаграм начальника, он вам пароль дал, да? Да У него свой Инстаграм Классно, вот бы подписаться на его Инстаграм Ну, вот до второй точки доехали Почему я снимаю, потому что это центр поселка, да? Да Знаешь, как я догадался? По светофорам Да, он один единственный, при чем здесь Ну Да, это центр поселка Ну, грубо говоря, начало центра там, вот дальше это продолжается На движуха, как говорится, все здесь происходят Так, подожди Здесь светофор настолько редко, что его даже на это, на остановке нарисовали, да? Ну, заходим Только, честно, не понимаю, зачем он, правда, здесь? Ну, движение обычный перекресток Ну, тебя вот Тебя они спросили и поставили Ну, что, какие ожидания от входа в точку? Я думаю, тут все должно быть прекрасно Все идеально Сейчас поправим тоже, бутылочки поставим Ценечки подпишем Ну, какой большой самый косяк, который вот ты зайдешь, у тебя волосы дыбом встанут Ты обратно в машину сядешь и скажешь Ё-о-о Зачем я вообще здесь работаю? Ну, что, самый страшный сон, что тебе сниться? Самый страшный сон, это когда продавцы ставят в твой холодильник чужое пиво Либо газировку, либо еще, могут даже поставить рыбу То есть это все, все, что... И йогурты могут поставить И йогурты, и молоко ставится Это самый страшный сон, это самое, ну, такое наказание у нас самое суровое, наверное, происходит, ну, когда А так, в принципе, ну, то, что нету там планограммы, где-то что-то не там стоит, это, ну, это не так страшно, грубо говоря Ну, заходим, будем надеяться, что здесь все в порядке Да, здесь должно быть, по-априори в порядке Осторожно, ступенька Здравствуйте Здравствуйте Снимать-то не надо, а? Вы видели все окошко А в окошко они все провели Ага Ну и что, где? Показывай, где Мы приступаем к работе Приступить к приему пищи Так, получается, подожди, я уже, я как у вас этот... Вы мне инструктор, а я у вас новичок Получается, что нужно заменить этикетки, правильно? Да, да Расставить ее ближе сюда, чтобы выставить и... И соблюсти планограмму И соблюсти планограмму Ну, я не знаю, какой еще замысел эти планограммы Но, мне кажется, замысел режиссера мне немножечко понятен Что нужно все сюда самое главное Да, ну, чтобы был товар виден, покупать, чтобы он где-то не далеко стоял Ага, понятно... А, то есть, это получается вот эта, да? Вот эта одна и вторая, да? Нет, наша, да, вот слева, которая... А, слева, да? А зачем я сюда на хайнике показываю? А я не знаю Что-то на хайнике потянуло А у вас, Голландия, есть пиво? Голландия Есть? Есть А, вот, точно есть Я что-то на него смотрю Да, подсознательно я помню, что оно где-то здесь есть В Голландии же это Балтика? Нет, это хайнике Ладно, без хайни я расскажу, что оно мне больше нравится, чем Балтика А что, мне Балтика рекламу, что ли, проплатила? Я вот ребят снимаю, какие они хорошие Работают Скажите, как вообще идет торговля? Я не знаю, я не продавец А, ну, исполните роль продавца Скажите, что Идет, так говорится Идет, да? Конечно Что за свадьба вчера была? У меня писали Аташка там А что, я не в курсе, почему я не приглашен был? Никто не приглашает У меня доставка, тут свадьба Какая свадьба? Среза в магазине свадьба Они просто заехали Да Да, типа поздравить, что-то поздравили Они жили уже? Степа, ты что вчера сюда не поехал? Здесь вы видео эпичнее получили Я бы тоже, вот свадьба-то А кто женился? Старший продавец Замуж Уважаемый человек А, да Замуж А, то есть, это девушка, да? Замуж выходила А муж кто? Начальник ОРВД? Нет Муж Просто и рабочий А, ну, это еще лучше Я думал, как в Чечне Начальник ОРВД Большимуртинского Пока конкурента там расставляет Я не спеша бью Голландию Степа, скажи, как вы, у вас здесь рисунок Вы, куда смотрите? Самый главный рисунок вон Рисунок для личков А, да, да Это, опять же, для нас, опять же, для продавцов Чтобы товар пришел Ага, вот Ну, стоп, стоп Заставил Ну, ну, ну Ну, что, в принципе, никогда не сделал Ну, да Большинство образцов, что это Не облегчают нам работу Не облегчают все Не соблюдают лограмму Вообще Бутылки бьются иногда? Да Очень интересно Причем бьются Когда-то есть в пию В последний раз уставляли На заповеду Вот так вот просто задели Планку, пробка улетела В залп И одному прилетел Но мы не ожидали Мы не хотели, конечно, этого Но так получилось Ну, пробка, как известно Со стеклом вылетела, да? Нет Отдельно просто открылась Видите, на то, что? Она открылась И ты, Степа, сразу Смотри Ты ее, она вот так вот Ты ее подносишь Он открылся А так и получилось Чтобы не пролить Чтобы не вытирать Не убирать Ну, правильно Решили сделать так Ну, а как вот обычно Как вот продавцы реагируют Если разбивается Это что? Ну, что, некоторые Вы из вежливости просите Тряпку с ведром Давайте Есть ли вы? Сами сейчас Сейчас все уберем Все уберем И еще говорят Даже заплатить не надо А некоторые просят оплатить Ну, редко Смотря какие магазины Ну, разбивается Часто бывает Потому что двигаешь, двигаешь Где-то рукой зацепил И пах Заведение Вся мурта здесь собирается Степа, ты скажи Чего это? Дама сердца? Нет, просто-просто Продавец бывший Продавах А со стороны не скажешь Здравствуйте Ты в четверце был У нас еще и Петрик заявки Какие-то У нас холодосы Вот это все, что осталось Я не знаю, о чем мы будем Вечером Я в понедельник приеду Шеврик Это книга Жалоб на Степана Так что все Да, у нас своя запись есть Если что Да нет, Степана у нас нормально работает Да, без вопросов Там просто в принципе Не учись А подскажите А у вас Изабелки есть 0,5? Изабелки Вино Ну? Литровые Да я же с литра напьюсь Вы что Я же хотел просто так попробовать А вот она Мы вам 0,5 нальем С того за литр Отлично вообще Я-то и думаю Что здесь Почему столько Денек лежит Так, получается А сколько литр будет стоить? 175 гранатовая Сейчас классная Вообще А вот Я вот люблю Такое вот Изабелла Когда полусладкая Она пьешь И ух Вот ну Изабелла Прекрасная Краснодарская Она у нас есть? Да Есть, да Да Маленький винный погребок На лете Я уж не буду Выпивать Эту штучку Не там Соседи угостить Ну Не, я водителя Хочу угостить Что поездка обратно Была у нас Более веселая Мы здесь Тогда останемся У Степана Найдется У Степана За ночуем У Степана У Степана Вот есть макия У тебя Опа Вот оно и вскрылось А говорит Подумаю Здесь приобрести дом Да А почему бы нет Как раз остались А тут и говорят У Степана Здесь есть уже квартира Нелегальная 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 Зайдем Зайдем в это Поменяем С нами Полный грамм Сделай Ну А? Ты один был спрошен Вообще Можете сказать Что Степан Ваш любимый Торговый представитель Да вот Смотрите Надо так сквозь зубы Да с натяжкой Ребята Самое главное Что хотел вам сказать Во-первых То что 11 июля Те кто будут Рядом С Большой Муртовой Проезжать Вы знаете Что в 22.00 Будет отмена Сухого закона Постановочное шоу Одним словом Будет гангстерская Вечеринка В Чикаго Вход 50 рублей Вот сайт Можно зайти сюда Кому можно приехать сюда Это же не только Для Большой Мурты Получается Призятий с сафари Кому и все Так И еще что хотел отметить Единственное место В Большой Мурте Где есть Wi-Fi Какой у нас пароль У нас Wi-Fi Он временно не работает У нас Оля Ты как так подставил Это с Wi-Fi Это не Оля Меня вчера Ростелеком подставил Конкретно За рекламу А кому платить придется Нет А ну ладно Тогда выйдем Ну зато По крайней мере Что Видно В любом случае Если у вас Большой Мурте Wi-Fi Только у вас здесь Есть Круто Потому что У нас открытый доступ То есть В общем-то Просто единственное Без пароль Да Ну а вот эти вечеринки Они у вас Как проходят Раскрытились Раз в три недели Проходят у нас вечеринки В прошлой раз Балтика Являлась Генеральным спонсором То есть там Полностью реклама Балтики была Фоточитанности Скидывали всех Баннеры ставили Я честно хочу сказать Я не от Балтики Я снимаю просто Документальный фильм Из жизни Степана Здравствуйте Сейчас я попробую Ребята Пробую Это что? Изабелло Изабелло Прекрасно Прекрасно Сверху 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 Какое вкусное вино Свеженькое Пожалуй Лучшее вино В этом городе А так у вас еще Кальяны да Можно купить Естественно Тут можно купить Все Даже сигары Ну скажите Что культурный Центр здесь Даже не Культурно-развлекательный Центр здесь В точку попали Круче чем у нас Мурти нет Круто А получается Относительно Дороги Вот если заезда Это где В центре поселка Или В центре В центре Ну а Степа Продолжает Разбирать банки Степа Там хоть одна Просрочка Нашлась Нет У них никогда Нету Просрочки Выбирается Все Степа Просрочки Были Просрочек Не было Ой Хорошо Так Как вообще Ой Как сказать Подумываю Остаться Здесь У вас Так же Хорошо Практически Как В Зержинском Районе Знаете Только Что плохо Глава района Не приглашает Нас На съемки А ему Сколько лет Местному главе Ну он Да Нашему Валерию Он Часто Встречает Он Лет 50 И 60 Точно А Ну не Он тогда Не пригласит В Зержинском Тайму Сколько Ему 43 года Дмитрий Николаевич У нас Немножко Бука У нас У нас Администрация Районная Я просто Сниму Сталки Буду Позаправить Здесь Просвоковая Администрация Нормальная Люди Работают Позаправить Ну все Работаем Здравствуйте Здравствуйте Ну что Здесь получается Последняя точка Она вообще Здесь все Идеально Здесь Образцово Показательная Дорговая точка Я бы сказал Так Девочки Молодцы Да, Танюшечка Да, я Чаек Пойдем пить Что еще делать Танюш, крылатую фразу Скажи Ну что Крылатую фразу Скажи Ну сейчас Мы пойдем покурим И ты скажешь Ты одна Семья Да Одна Семья Семья Степа, теперь Расскажи про этот Ритуал Заходим Задов Нет, я там просто Могу пройти Через Порговую точку А вам Нельзя Ну Так, ты А, то есть Мне туда нельзя Ити Нет, сюда Можно Там нельзя Было А, ну ты Так и сразу Говорит И знаешь У меня какое-то чувство Когда я прошел Через эту калитку Знаешь, когда Вот я так вот захожу И такое ощущение Что вот отсюда Где-то должна Выбегать собака Кусать тебя За левую ногу Ты должен От нее Отбиваться Но на самом деле Собака Здесь Да Нет, собаки Нет Самое что Интересное Хотя Надо Тут мяса много Почему Собаку не завести Ну да Цветочки Что за чай Чай Обычный Чай Трава какая-то На зеленый чай Похожа Муртинская Я не люблю Когда на камере снимала А мы просто снимаем Степане документальный фильм Для России один Он у нас знаменит Последнее время стал В кургах В определенных узких Кургах Степа, объясни Вот ты сюда приехал Ты чего здесь Это получается твоя предпоследняя, да, точка? Да Радужный Радужный заедет Обязательно заедет Нет, это любимая торговая точка И почему вообще Я люблю деревни То есть встречают как дома Мы приехали А нам, пожалуйста Кофеечек, сырочек Для кого-то Для кого-то Для того, кто пьет вино Да, для кого-то Танюша у нас тут есть Да, Танюша? Да Да Теща Ну, теща тоже есть, да Теща сегодня отдыхает А что там? В каждом магазине Ну, а потяг все Обманывает Обманывает Я не такой, я приличный очень Я все-таки работаю Работаю, а не Работаю я с личной жизнью не путаю Да, работаю с личной жизнью Я травмальная ручка День рождения или что это? Нет, просто Заказал видеосъемку Да В городе 8 тысяч рублей Час Вот мы уже какой-то Третий час катаемся Я оплачиваю И оплачивай это Что, к садьбе готовишь? Или что тебе? Съемку зачем? Да просто Ну просто Документальный фильм Просто так Что по себе? А потом У тебя просто так Ничего не делается Я даже прыщик дать Просто так не скачил Да? Да Я же ты что-то замутил Наверное Скажи честно Жениться собрался Да Ты узнаешь первое Я тебя на свадьбе позову Да я все брошу Приеду Ну естественно На самом деле Мы для невесты Снимаем фильм Чтобы она посмотрела Какой Степан Работящий Хозяйственный Стайна лучше одумается Пока не поздно Все Все Будем без тебя Мы будем плакать Плюнула Это не надо Он нам холостый Больше нравится Закончилось Наше приключение В Большимуртинском районе Это мы То есть получается Что? Первый сезон Мы отсняли Да? Первый сезон Да Сейчас будет второй Подожди Не забегай Ты мне что этот Я может быть Хотел подвести К тому что Первый сезон Сериала Настоящий детектив В Большимуртинском районе Мы отсняли То есть проехали По всем точкам Чай попили Поговорили Поработали Самое главное Расставили все эти штучки На свои места Так Степа Теперь говори Куда мы едем Теперь мы едем К Дмитрию А территория его ответственности Это у нас Теперь подожди Ссылку ты бросил Теперь Дима говори Мы едем Ко мне на район Он называется Манский Мы едем в поселок Первоманский Будем заниматься Мерчендайзингом Работать с торговыми точками Налечил то Налечил то Сколько много Так ответственно Я даже это Серьезным стал каким-то Местные красоты Там Очень красиво Скажи Манский район Чем он Чем он запоминается Тебе Есть ли там Шашлычка Вот где Шашлычку приехать На Кускуне Там есть шашлычка На Кускуне Там классная шашлычка Малая жмеринга Рекламируем Там есть классная шашлычка Где Такой кусок шашлыка То есть Его там штук 5 По-моему Этих кусков И он стоит всего 250 рублей То есть Если мы Где-то здесь Допустим На трассе остановимся Вот такие кусочки Тоже по 250 А там Вот такие куски И ты просто Его объедаешься Офигенный там шашлык Слушайте И что Вот мы сейчас как Ну получается До Красноярска А потом Не доезжая до Красноярска Да Мы не доезжая до Красноярска Идем налево Налево уходим На восток Идем На восток Путинский мост И Всянка И до Кускуна Ну это я Ребят Я объясняю Для того Для тех Кто не в Красноярске Мы сейчас Были на севере Да Это Большобуртинский район Сухопутинский район Это все Находится на севере Мы сейчас Спускаемся Обратно вниз В Красноярску И как бы Не доезжая до Красноярска Через Так называемый Путинский мост Который я обязательно Покажу Как мы его проезжать будем Хотя я его Наверное уже и снимал Но какая разница В любом случае Я его сейчас Засниму Через него Мы уезжаем Через Ермолаево Поехали на Кускун От Ермолаево До Кускуна Сколько? Примерно 35 километров Ааа Пустяки Бешеный садаки До нашей 100 верстни Крюк Вообще В день Когда 300 километров Наматываешь Что такое 30 километров Это так заехать Просто Ааа А окна Окна Запотевают Окна Не может Потому что Холодный ветер Ребята Холодный ветер Дует с этой стороны Он давит На Амплитуду Взаимодействия Противодействия На Встречному потоку Из-за этого Стекло Запотевает И заметьте У Степы Тоже Запотевает Это по круговому Пошло Я любил Мы чуть-чуть Откроем Хорошо Я тоже С вашего позволения Открою окно Чтобы не позориться Ой 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 Как хорошо Ребята Высовываю Все в воде Вопрос А почему Путинский? Он на открытие приезжал Ничего интересного Оказались мы в Первоманском Здесь получается у Димы точки Да? И некоторые Да Сколько у него? Ну здесь по-моему около 6 точек У него надо точно у Димы спросить Ну это его территория ответственности То есть он здесь работает Сколько километров сегодня мы с тобой проехали? Ну считай до Мурты 100 Оттуда обратно Еще 100 Это 200 Сюда 60 260 И обратно 60 И обратно 60 Ну это 320-350 километров Это что получается? Если мы как от Красноярска до Мариинска, да, наверное? Ну примерно где-то так, да, получается Ага То есть все Наша работа вот такая Очень разознает Самое главное, что мы сегодня побывали на севере Ну таком, на условном севере Красноярского края Такой чуть-чуть light Север light И таком light Востоке, да? Да, в light Востоке Если туда дальше уехать Как мы по трассе ехали Это мы попадем в Иркутск Все, что там уже в Иркутске Это было дальше Ну что в Пироманском Примечательно, что здесь стоят Трехэтажные эти Жилые дома Панельные И что еще? Ну Ну и природа здесь все равно Маленько другая, мы скажем Да, кстати, здесь Больше этих Лиственных каких-то Вот по дороге ехали Лиственных этих пород Деревья Да и молодежь, мне кажется Здесь есть какая-то Никакая Да, да Ну, может, спрятались Может, она их где-то здесь, да Нет, ну да Мы сейчас заехали Может, она сейчас с работы возвращается Может Или с учебы Или просмались Или просмались Проспались только Да, тут молодежь-то такая Сомнительная попадалась Очень много времени проводящего На съезжем воздухе О-о-о-о, замес там Все, пока Пишемся Что? Ну и что там, замес? Все, закончили Закончили А я додумал, сейчас там драка будет Ну, тут может, кстати Да? Тут периодически надо бороться С продавцами Иначе не беремся Но знаешь, чем нужно побеждать? Добром и позитивом Поездка, я считаю, что пока еще не подошла к концу Да, но производственную часть мы выполнили Да Рабочую часть мы закончили Да, сейчас возвращаемся назад Решили заехать за едой, перекусить Да Рассказывай, Степа, где мы находимся? Мы находимся на Кускуне Кухошке называется Малая Жмеренко Про которую я шашлык говорил Вот он здесь Это после поворота на Шалинском То есть если по трассе ехать Ага, то есть получается Туда если ехать, то в ту сторону Дзержинский район, да? Да, туда в сторону Дзержинский район Уярский район То есть вот это Ужур, Уяр Это все хорошо Как же мы не заметили такое колоритное место? Я даже не знаю Тут народа там сколько Ага, то есть получается здесь покупаешь На улице тоже можно, да? Да, можно на улице Если есть столица на улице Почему? А где эти шашлыки знаменитые? Надо туда пройти Ага Здрасте Здрасте Балтика же здесь кушает Балтика кушает здесь Это сколько здесь грамм? Или не грамм Сколько? 350 350, да? То есть не грамм даже можно сказать Сколько здесь килограмм в шашлыке? Он стоит того, этот шашлык И стоит сколько он? 250 250 250 Слушай, так это же Как минимум на 2 еще можно было Да То что я говорю Где-то на трассе останавливаешься Это 250 рублей Это вот такие кусочки Вот их Ага Для нас, для маленьких Само то Я никогда еще таких шашлыков не ел Поэтому сейчас я просто покажу Вот, во-первых, вот такая вот штучка Начнем с того, что мяса очень много Да И очень большое Начнем с того, что лук бесплатен Вот этот маринованный лук Да Он здесь как бы Сколько съешь, столько и это И продолжим тем, что зелень тоже приносит бесплатно Да То есть соусы, понятно Да Там это Но Вот называется Это Штука Этот, как он называется Шашлык в лаваше Вот, наверное, два этих Получается Два лаваша Да, вот если по этим По городским меркам брать Ну да, кстати Ну то есть Два полтора точно Два Да Ну ты по ширине Посмотри еще Ну да, согласен То есть я Я просто всех призываю сюда ехать Со всех городов России Со всех городов России Нет, ну кто будет здесь Да Как он называется Вкусняшка Ой, название такое Потому что их здесь несколько, да Получается, Степа Да, их ряд То есть тут один владелец Они просто снимают Заходишь и тут буквально Три столика у каждого Их прям очень-очень-очень много Ну вот мы всегда едим здесь То есть никогда нас еще не огорчали Никогда Не обижали Всегда вкусно Ну ладно Ну давай, приступим Прием Очень вкусно Все, пап, как тебе? Очень замечательно Очень Я люблю здесь шашлык Очень сильно Я что спрашиваю у вас Вы же все равно здесь уже давно Это Ну правда очень вкусно Подходит к концу наше путешествие Небольшое Небольшое Сколько километров? Ну накатали мы, посчитали 360 километров Мы накатали всего Да, всего-то 360, да Это обычный рабочий день Это твой обычный рабочий день, да? Да, плюс-минус Ну грубо говоря 360, ну 250 это минимум И то есть получается, что ты заезжаешь в Мурту И поехал по этим там Населенным пунктам Вот так вот у тебя выходит Ну да, то есть Ну, Димина территория от Димина А если я еду в Мурту То есть вот Все, что рядом с Муртой Все, что до Мурты Это все мое И все я туда еще Сегодня в Горевом не было доставки Да, в Горевом не было доставки Потому что целую ночь влила дождь Влил дождь И из-за этого дорогу размыло А дорога на Горевое Это через лес 30 километров Полиция просто надо проехать И поехали экспедиторы Отзвонились и сказали, что доставки не будет Потому что, говорит, проехать не можем Поехали все остаться Как в сказке Таркпреды ехали-ехали, не проехали Экспедиторы поехали, не проехали Супервайзеры поедут? Супервайзеры поедут, проедут Это как на зло говорится Ну все, я считаю, что Я лично какой вывод сделал Из сегодняшней поездки Что, Степа, вам нужно Эту, как вот, педали за отвагу давать Серьезно, вам премию Когда там повышать намеренно? За то, что вы делаете Молоко бы хоть Ты можешь сейчас обратиться Непосредственно к своему начальству Сказать Да посмотрите, как мы работаем Прочувствуйтесь, пожалуйста Нет, ну, действительно, вот я проехался Да, сегодня Мы рассчитывали то, что быстро В эту большую рту съездим И обратно А получается, что мы заехали Еще в этот Манский Первоманский район Ну, я думаю, что Работа торговым представителем Это очень тяжелая работа И правильно, что там Как бы Работают самые уникальные Да? Можно сказать и так Да Самые уникальные люди На этом я считаю, что нужно ставить точку Потому что вот мы уезжаем уже В Ленинский район И надо видео это сливать Монтировать И дальше заливать на канал Все, ребята До новых встреч Всем пока Увидимся Да